МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые зрители, уважаемые подписчики, вы на канале АБН, я Александр Бабылев, и, судя по моему хорошему настроению, можно догадаться, что на связи со студией Максим Шевченко я тебя благодарю, дорогой мой, за дружбу, во-первых, и во-вторых, за то, что никогда не отказываешь побеседовать на волнующие людей тема. Здравствуй, Саша, здравствуйте, уважаемые зрители. Друзья, выражаясь немного по-молодежному, а я полагаю, что мы с Шевченко на это имеем право, поскольку молоды в душе, тема сегодняшней беседы можно было бы назвать «Заколебали эти государства». Когда я был юным, мне казалось, что я в душе старик, Саша. Знаешь, это всегда такой оксюмарон. Как тебе эта тема, особенно, я извиняюсь, в преддверии инаугурации? Любая тема, давай начнем уже по вопросу. Любая тема хороша. Кроме тех тем, которые не одобряют правильные люди. Вот я поэтому и спросил в этом, как говорится, аспекте. Которые оскорбляют и разрушают человеческую целостность и человеческое достоинство. Знаешь, хочу начать беседу с цитаты философа, на мой взгляд, непревзойденного в своем критическом взгляде на мир. Он сказал, государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. И холодно лжет оно. И ложь эта змеица из уст его. Я государство, есть им народ. Вот прошло уже больше ста лет после Ницше, и кажется, граждане всех этих государств, судя по опросам европейским, ближим к зарубежью и мировым, прониклись этой идеей нитшианством этим самым. Не доверяют они государствам, не готовы их защищать. Мне кажется, что все это грозит грандиозной мировой смутой, пятым каким-то, шестым, судя по классификации вашей, с Ливаном Перверя, шестым мировым каким-то договором общим. Как эти левиафаны, которые нам навязал этот противный ГОПС, с твоей точки зрения, будут существовать после вот этой смуты или кризиса? Как они будут меняться? Долго ли, кроваво ли? Ну, это представление государства, которое, по поводу которого рефлексировал Фридрих Ницше, оно, безусловно, является представлением нового времени, потому что государство в разную эпоху человечества по-разному совершенно воспринималось и по-разному к нему относились люди. Был момент, когда государство – это была такая сакральная сущность, которая совпадала с личностью государя, и государь – это и есть государство. Собственно, Людовик XIV это и сформулировал, это признак абсолютизма. Поэтому, так как он был королем солнцем, и, в общем, бесполезно было по поводу солнца что-либо там заявлять, то и фраза Ницше, мысль Ницше по отношению к нему, наверное, не совсем имела бы отношение. Хотя, безусловно, для многих он был холодным и так далее. Ницше говорит про государство, это уже новое типа либеральное государство, которое возникает на сломе монархии, на сломе империи. Или даже если имеет контур империи, как современная германская империя, современная Фридриху Ницше, она уже пытается связать системы власти с народом. Но народ еще надо было создать, потому что народ – это же не просто подданные, как в абсолютистском государстве, которые делятся на разные касты или страты священников, воинов, крестьян, купцов и так далее. А народ – это, условно говоря, обладающий правами изначальными какими-то. Это уже априорно почти многими принималось как данность, хотя это весьма спорная вещь во время Ницше. Эта мысль возникла, как ты знаешь, не так задолго до Ницше, где-то в начале 18 века, что якобы все люди обрадают одинаковыми правами. Так вот, это вот государство, которое говорило о том, что оно представляет интересы народа, оно ощущается Ницше как ложь, потому что государство не представляет интересы народа. Абсолютизм с этой точки зрения гораздо более честный. Когда выходит король такой, больной, как мы знаем про Людовика XIV, больной сифилисом, в нем жил огромный червь-солитер, от него гнилью несло, у него зубы кровоточили во рту. Почитайте просто ради интереса про Людовика XIV, что там с ним вытворяли, описанные Мольером медики, в ту эпоху, когда медицина была скорее способом калечить человека, бесконечное кровопускание. Еще какие-то любовницы с ним соглашались иметь близкие отношения. Вот он выходит, этот человек, гниющий, разложившийся, и говорит, государство – это я. Символично, не правда ли, кстати, да? Да, бывало и другое. Выходит, допустим, другая концепция государства, которая была средней между Ницшей и между вот этим абсолютизмом Людовика XIV. Государство – это совокупность нас, тех, кто следует за идеи свободы, прав, там, не знаю, и величия такого порядка. Бонапарт. Государство – это то, в чем, где правят герои, или те, кто правят, имеющие волю героической власти, потому что на Ницше и Наполеон, и Бонапарт произвел фундаментальное вообще такое влияние, как он произвел вообще на весь XIX век, который прошел во многом под тенью такого чудо бонапартистского, когда какой-то лейтенант с Корсики, обедневший дворянин, артиллерист, вдруг превратился в императора и повелителя всей Европы, и был сломлен только усилиями всего мира, фактически Первая мировая война. И при этом можно было его называть тираном и деспотом, но он ушел от крайностей демократических начатых якобинств, но противостоял вместе с тем богоданным монархам. Он сам себя актом воли поразгласил императором, даже корону сам водрузил на свою голову Бонапарт, да? Он создал Кодекс Наполеона, свод гражданских законов, которые апеллировали в его сознание и в сознание тех, кто ему помогал, Толерана и так далее, безусловно, великих людей, к римскому праву, ну то есть к праву. Он пытался совместить власть элиты, элиты, причем формирующейся войной, формирующейся, ну скажем так, во многом и происхождением тоже, потому что уже... Стоявшие под картечью на полях сражений, ничего... Это первое поколение, а второе поколение, это уже дети тех, кто стоял на полях сражений, уже совершенно не стояли, допустим, ни на каких полях. Но у каждого свое поле сражения, у Толерана было свое поле сражения, безусловно, хотя он был старый еще аристократии, французский архиепископ, значит, Толеран. Но в целом, да, это элита, власть элиты, власть имеющих волю, волю к власти, да? Власть имеющих волю к власти, такая вот, казалось бы, тавтология, которая на самом деле имеется... Поэтому о каком государстве мы говорим, когда мы вспоминаем эту фразу Ницше? Современное государство, на мой взгляд, это вообще выродившаяся система, которая не содержит в себе ни одной из трех, ни абсолютизма, ни романтического, такого героического бонапартизма, который там основан на личном подвиге, ни демократизма, концепции всеобщих прав. Зато очень много лицемерия, прости, я тут встрянут. Потому что современное государство, это прикрытие власти над определенной части территории, элиты, как правило, это не всегда так, есть исключения в мире очень серьезные, но мы говорим же про Россию, которая пытается свое участие в глобальной системе, к которому она стремится, прикрыть для подвластной территории какими-то идеологемами, оправдывающими свою власть над этой территорией. И вот тут начинается рационализм, нет, не рационализм, либерализм, нет, не либерализм, а что-то еще. И государством в современной России, наше интересное только Россию, мы же не обсуждаем там Англию, Америку или Китай, например. Нас интересует Россия. Государством в России называется корпорация. Корпорация по управлению этой территорией. Фактически государство, то, что называется государством, занимается контролем над проживающим здесь населением, занимается обеспечением инвесторам, тем, кто инвестировали в эту территорию под названием Россия, какие-то деньги, безопасности, и согласовывать с ними разные кризисные моменты, или наоборот удалять там. Разве оно обеспечивает инвесторам безопасность? Я как человек, я как человек в экономике. Конечно, обеспечивает, конечно, ну, смотря каким инвесторам. Тебе, наверное, не обеспечивают, ты маленький инвестор. А макроинвесторам, какими-нибудь, понимаешь, китайцы говорят, мы хотим инвестировать в Россию там 100 миллиардов, ну, предположим, гипотетически. Ну, естественно... Не хотят они инвестировать, китайцы, я бы извиняюсь. Ну, почему они там покупали... Ну, подожди, покупали там зелью в Чувашии, были такие проекты. Чтобы раб сеять там землю, обескровить и... Ну, какая разница? Ну, какая разница? Ну, вот их интересы, понятно, будут защищать. Будут защищать там еще... Никто, конечно, и, разумеется, не инвестирует для развития, инвестирует для владения, для контроля, для, наоборот, выкачивания отсюда ресурсов. Ресурсов земли, ресурсов энергетики, ресурсов чего-то. Поэтому российская буржуазия, крупная, она являет собой пример менеджмента от имени глобализма по управлению этой территорией. И для того, чтобы контролировать это управление, практику его, она придумала себе государство. Либеральное государство, очевидно, разрушительно и вызывает идиосинкразию, отторжение у народов нашей страны. Государство социального типа, социалистическое, или даже госкапитализм в какой-то форме с социальным государством, это совсем другие правила игры, которые заставят там делиться, да, с народом там и так далее. Тоже не годится. Поэтому они пошли по пути трационализма такого, как бы мы защищаем трационалистские ценности, боремся там с... Поэтому мы такие вот особенные. И это... Это просто прикрытие. Поэтому государство, еще раз говорю, это не государство того типа, о котором там сожалеет Ницше, не государство, о котором говорит, как о высшей форме власти, Людовик, или не государство демократически-либерального типа, там, деградирующее, идущее к искусственному интеллекту, как нам наглядно показывает Украина, где пресс-секретарь МИДа это искусственный интеллект уже выступает. Это корпорация по управлению этой территории, которая еще помимо имеет образ государства. Ну, как бы вот в любой корпорации, вот корпоративно есть какая-то корпорация, которая занимается, допустим, производством картошки. Вот там есть внутренняя система охраны, которая может любого задержать, там, избить, там, выкинуть, там, арестовать, наверное, еще что-то, если в зависимости от того, на какие полномочия она... Если над этой вот корпорацией по выращиванию картошки над ней есть какой-то надзирающий орган, который сверху, то, наверное, она не будет там никого пытать и казнить внутри, в казематах картофельных, да. А если такого органа нет, если она сама по себе главная корпорация, и над ней нет никого другого, то будет и пытать, и казнить, и, в общем, так вот все и будет. Вот так я к этому отношусь. Поэтому на вопрос, есть ли в России государство, я скажу, что есть система обеспечения и регулирования экономики, социальной жизни, системы обеспечения власти, правящих групп. Является ли это государством в полной мере? На мой взгляд, нет. Слушай, а давай мы к России будем все время возвращаться, но я предлагаю под государство делать все-таки такие фундаментальные подкупы, как под понятие, да. Вот вернемся к Гобсу, о котором мы, кстати, с тобой много говорили в предыдущих эфирах. Он же сказал, что, граждане, вот у вас там равные права, но вы как бы эти свои свободы используете для того, чтобы воевать друг с другом. Давайте мы, так сказать, поставим на 2 миллиарда фана, который будет пресекать эту резню. И надо сказать, что резню государство отрегулировало, режут не очень заметно, но зарегулировало оно все остальное. Ничего оно не отрегулировало. У нас в наших глазах конфликт между Пригожиным и Шойгу. Но более-менее, я сказал. У меня, что ли, было? У нас даже бои были под Ростовом, понимаешь, когда Пригожинская ЧВК на Москву пошло. Это можно называть мятежом, но Пригожин – это представитель элитной группы, очень влиятельной, силовой. Мы это прекрасно понимаем. Понимаешь? Поэтому какое отсутствие резни? Ну, кстати, я тебе хочу сказать, что мне кажется, что элиты сами осознают, что интересы государства и людей, в нем живущих, это не одно и то же, судя по тому, что везде вообще, во всем мире платят солдаты. То есть, если вы сочинили идеологию. Конечно, разумеется. Они плохие. Зачем платить-то? А потому что, если ты мобилизуешь людей и даешь им оружие, вот царь мобилизовал людей, царь Николай II, он нес ответственность перед мобилизованными. Ты человека призываешь, ты ему говоришь, я прошу тебя отдать мою жизнь. За что? За наше общее целое. За Российскую империю, за Святую Русь, например. Отдать жизнь. Ты ему даешь винтовку, шинель и довольствие. Не потому, что ты ему платишь за то, что он воюет, а просто потому, чтобы он нормально воевал. Подкармливаешь его. Но чем расплачивается царь потенциально, вот в идеале, с мобилизованными солдатами 10-миллионной армии? Но чем-то должен расплачиваться? Он должен расплачиваться идеалами, какими-то чем-то еще, какими-то правами. Скажем так, должен расплачиваться по большому счету в этом договоре тем, что он исполняет свой долг как царь, как та фигура, которая символизирует в себе целостность, целостность общего, не узурпировав, который подчиняет свое я вот этому целому, символом чего он является как царь. Потому что царь – это и есть государство, еще раз говорю. Государство, бюрократия – это и эманация от царя, и наоборот, по большому счету. И крестьяне, но это во многом понятно. Когда царь отрекся, то царь предал. Вот отречения, которые подали ему Василий Витальевич Шульгин и Родзянко, это было предательство с точки зрения многих русских людей царя. Какой бы ни был царь, он не может отрекаться. Какой бы ни был Горбачев, он не может отрекаться. Понимаешь? И так далее. Ну, хорошо. И наемники – это другое. Когда ты заключаешь контракт и говоришь, иди воевать, а я тебе заплачу 200 тысяч и 450 тысяч сейчас на руки, то это понятное обязательство тоже контракт. Ты воюешь, получаешь за это деньги. Это совсем другая схема. Это вообще не государственная на самом деле схема. Еще раз. А корпоративная. Это частная фактически армия превращается в частную, в большую частную военную компанию. Просто тут слово «частная» требует определения. А к кому принадлежит эта компания? Она принадлежит той корпорации, которая выступает под видом государства. По сути, которая расплачивается такими деньгами. Собственно, это либеральная концепция. Это то, о чем Борис Немцов, Ирина Хакамада и Сергей Кириенко, когда были СПС, первой тройкой СПС, Чубайс там еще был, постоянно говорили. Они говорили, контрактная армия, контрактная армия – это было главное либеральное требование Союза правых сил. Почему оно либеральное? Потому что оно уничтожает концепцию связи народа с системами власти, как некие такие, существующие за рамками рационального, за рамками рацию, за рамками «ты мне, я тебе». Я иду умирать за советскую власть, потому что я ощущаю советскую власть, связанную с собой. Не потому что там Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и, не знаю, Булганин какой-нибудь там, понимаешь, так написали. А потому что это моя страна, мое государство. Мне для этого пиарщики не нужны. Мистическая связь. Да, марксисты-атеисты, они отрицали мистику, но мистическая связь существует между человеком и государством, за которое человек идет отдавать самое ценное, что у него есть. Свою жизнь. Если ты выживешь, ранен, свое здоровье, понимаешь, если ты выжил, не ранен, то ты, пока душу свою видя эти страдания, ужасы войны, тоже неповрежденным оттуда не приходят люди. И это мистическая связь, которая интерпретируется через понятие народ, социализм, общее, целое, Бог так сказал, если мы берем не атеистический социализм, а там религиозный какой-то иной проблема. Франция, идея свободы, и идея, там иная интерпретация человека, как бы на партийской схеме. Но просто платить солдатам, давать им деньги, это абсолютный либерализм. И какие бы рационалистские, и тут сейчас Дугины не выходили у нас там с рационалистскими мощными речами, страна, в которой солдатам платят зарплату по контракту за то, что они воюют и умирают, это страна либеральная. Потому что эта концепция либеральная. И нам говорят, нет, ну вот в средние века так было, Ланскнехты, всякие там, ну скажем так, Ланскнехты, это были корпорации, назывались банды, die bande, meine bande, hat ein контракт, там, hat ein контракт, допустим, имеет контракт, моя банда, моя группа, да, от нее выступали там капитан, полковник, это были не звания в какой-то системе, это были звания, которые могла вот эта банда, члена этой корпорации солдатской, присвоить человеку авторитет, которого они признавали, и который от их имени заключал контракт, с императором, с царем, с князем, кроме этого, были там городская стража, были войска императора, там, и так далее. Вот эти вот контрактные группы, они вроде как феодальные, в то время были, да, и заключали там с феодалами отношения, но в целом это были отношения вполне рыночные. Там какие-нибудь итальянские арбалетчики, лучшие там, с такими, значит, повеями, с такими счетами большими, могли не заключить контракт, или сказать, слушай, мы заключили контракт, но ты там задерживаешь зарплату, мы уходим от тебя к твоему противнику. И бывали моменты, как во время войны переходили, и, как говорится, вот выходил там капитан или там полковник говорил, вы нарушаете контракт, ваша там светлость, вы не платите, вы что-то еще не обеспечиваете, поэтому извините, контракт, мы считаем, расторгнут, мы сейчас свободны, и мы вот идем туда. Это не передается. Ты сейчас потрясающая вещь сказал, тогда, по идее, на линии фронта в современных войнах надо ставить репродукторы, такие матюгальники, огромные, из которых будет там, значит, такая коммерческая информация, ребята, приходите к нам, мы вам больше заплатим. Не для честной войны, а для всяких бандитских ужасных дел, там, грабежа, разорения под покровом тьмы, для какого-нибудь беспредела, да, для террора. Такие тоже были. Я говорю про честные корпорации военные, у которых было понятие чести. То есть люди, если, допустим, вот ты там служишь какому-то там графу за золотой в месяц, а тебе приходит от другого графа и говорит, слушай, мы тебе дадим два золотых, нет, ты не можешь оставить контракт за золотой, потому что это потеря чести, это так, те будут относиться как к бандиту просто. Но если твой граф, которому ты служишь за золотой в месяц, не выполняет условия договора, и ты ему эту предъяву делаешь, говорит, не обеспечил амуниции военной, не кормит как должно, что-то еще не делает, не выплачивает вовремя, допустим, это, то есть такие четкие, это был договор, который подписывали, то тогда ты ему объявляешь об этом. Сначала ты расторгаешь договор за это, а потом уже тебе, может быть, сделают предложение за два пойти. Не, ну я, конечно, ультрирую, когда предлагал. Не знаю, это будет совсем беспредел, если так будут переманивать друг друга, хотя это называется... А что, до этого один шаг, ну, от платы денег солдатам, ну, а чего? Ну, я говорю, в битализме, честь, достоинство такой корпорации, она его держала. Сейчас, наверное, либерализм, коммерческая выгода, она превалирует на честь, хотя, наверное, и честь тоже у многих есть, допустим. Хотя, видишь, вот до мятежа, как говорится, один шаг. Пусть даже те, кто мятеж поднимали, не считали его мятежом, а по-другому как-то это интерпретировали. Машей справедливости, да. Ну, в общем, так или иначе, так или иначе, абсолютный либерализм, абсолютные рыночные отношения, пронизавшие все на свете, пронизавшие управлением города, понимаешь, все подчинено баблу. Мы, москвичи, живем в 15-миллионном городе, мы понятия не имеем, что делают с нашими улицами, с нашими районами. Нам говорят, начальство виднее, а оно вот считает, что надо сейчас вот взломать опять тротуары, которые там уложили плиткой три года назад, хреново, понимаешь, так что она вся топорщица. И заново начать сейчас... О-о-о, это важный момент, прости, можно я вклинился? Нас никто не спрашивает, нужен... Я об этом и хочу спросить. А что ты называешь эту систему управления или государственность, или местность? Корпорация. Как моя корпорация? Ну, это не корпоративное государство, это государство-корпорация, это разные вещи. Корпорация в современном, либерально-экономическом смысле, а не в смысле корпорация, как общественная структура, цех, который формируется по принципу там ремесла, тайного знания, там и так далее. Корпоративное государство, это вполне фашистская как бы концепция, заменить классы, то есть отношение людей к средствам производства на то, какие формы производства люди сами создают и вокруг каких форм производства они, объединяясь, образуют социальные страты. Зачем государству, которое является корпорацией по продаже, развивать науку, наука создает средний класс, наука создает интеллектуалов, любой ученый, даже самый замученный там физик какой-нибудь или инженер, это все равно человек, обладающий знанием, тайным знанием, потому что любое сложное знание, там сопромат, сложнейшая дисциплина, сопротивление материалов, там или механика, квантовая механика, электротехника, там или какие-нибудь полупроводниковые вещи. Кеплопередача, да-да. Кеплопередача, это уже сообщество. Вот в СССР эти институты так или иначе воспроизводили такие закрытые корпоративные сообщества. Вот у меня друзья заканчивали МИХМ, Институт химического машиностроения, там теперь высшая школа экономики находится в здании МИХМ, они все захватили, все это уничтожено. Или вот на Покровском бульваре был Институт электронного машиностроения. Да, это такие корпоративные центры, где людей, или я учился в МАИ, я тоже учился в МАИ. Мне не нравилось там учиться, но это все равно корпорация внутренняя такая, закрытая вполне там, вооружение летательных аппаратов, или факультет математики прикладной, прикладной физики. У меня там мои друзья с восьмого факультета математики прикладной занимались, будучи студентами четвертого, пятого курсом, по госзаказу, расчетам, моделированием процессов сгорания топлива, значит, в Буране. Да, в камере Бурана, вот, значит, вот шаттла советского, там и так далее. И они вполне, вот они встречались, я наблюдал за ними, мы дружили, ходили в походы, там замечательные ребята были, но у них свой язык был, свое ментальное такое, как бы они понимали друга с полуслова, потому что они изучали вещи. Да мы-то над ними смеялись, помнишь? А они изучали вещи, теория рядов, какая-нибудь, или там еще, которые я даже не понимаю. У них юмор был своеобразный, помнишь? Которые я не понимаю, да. Вот это вот все современное государство уничтожает. Оно не позволяет создаваться, возникать таким самостоятельным кластером, интеллектуальным. Оно образование сделало приложением к экономике, а экономика находится в руках определенной группы менеджеров. Даже высшая школа экономики, в чем ее главная проблема? Там работают прекрасные преподаватели, большие ученые, я многих знаю. Ну, великолепные специалисты, я вот знаю востоковеческие, философские, но на самом деле глубокие специалисты, совсем не либералы даже, понимаешь? И спасибо за то, что этим людям дают возможность выживать, работать, преподавать. Там великолепное образование, но сама концепция, которую придумали Ясин и, значит, там, Кузьминов, это создание торгующих своим знанием вольнонаемных наемников, которые должны идти в услужение корпорациям, которые, как бы, управляют экономикой. А все корпорации, которые управляют экономикой, это корпорации по продаже, ну, не считая каких-то там разных новых форм, типа Яндекс, ВКонтакте, куда там сели дети, там, Сын Кириенко возглавляет, по-моему, ВКонтакте и в Яндекс эту корпорацию. Уже, как бы, все тоже приобрело семейные такие контуры. Где, как говорится, такие новые внутренние там способы подсасывания, высасывания там каких-то ресурсов, денег из тащающей и вымирающей внутренней среды, потому что ВКонтакте, Яндекс, это такое внутреннее употребление там России, плюс несколько еще государств постсоветского пространства по большому счету. Поэтому, собственно говоря, да, вот то, что в России существует, это абсолютно либерально-экономическое, концептуально выстраивающее отношение купли-продажи, где человек и человеческая профессия является элементом торговли на рынке. Фактически программа СПС под трескотню от рационализма и воплощена в современной России. Союз правых сил, который заключил, себе контрактовал Александра Ильича Дугина как пиарщика и как прикрытие, ну, как бы рулит. А это либерализм, контрактная армия, контрактное все, экономика и интересы корпораций, которые выходят на транснациональные корпорации, с которыми у них сейчас определенные проблемы, которые закончатся, и вновь наладятся связи, экономические цепочки восстановятся по продаже нефти, газа, нефти, газа, леса, так далее. Да и сейчас все продают, в Китай везут. Недавно лес какой-то арестован, в Иран везли или что-то еще какое-то там. Огромные лесные массивы, вырубленные в коме. Никто не спрашивает народ коми, никто не спрашивает народ Владимирской области, никто не спрашивает народ Сибири. Почему какой-нибудь Мельниченко, я вот сегодня прочитал, на 5,5 миллиардов выросло его богатство. Его богатство произошло за счет того, что он, добывая уголь в Сибири по короткому плечу, продает этот ТЭЦ, который работает на угле, заражая легкие и уничтожая жизни граждан Сибири, а получает от этого еще дотации государства, сам живет где-то за границей, в Дубаях, или где-то покупая себе яхты по миллионам. И вот он зарабатывает на эксплуатации такой выработки жизненного ресурса России, Сибири и тому подобных вещей. И все они так делают. Они эксплуатируют жизненный ресурс, а нанятые ими пропагандисты говорят о традиционных ценностях, о рационализме и так далее. Но возникает такой тонкий вопрос. Дугина я не считаю, сразу хочу уточнить, Александр Геевич Дугина я пропагандистом не считаю. Он является философом, у которого есть там своя греза, свой идеал, свой мираж. Он прозаключил с ними договор на фоне гибели Даши. А пока Даша была жива, Дугин держался особняком от них. Но и смерть любимой дочери Даши еще... Я Александр Геевича вообще прекратил до конца рада выяснить, кто ее... На мой взгляд. То, что он пережил, это врагу не пожелаешь, и я прекратил его критиковать. Мне непонятно, почему убийцы Даши Дугиной ушли от возмездия, так или иначе. Почему за ними не гоняются по всему миру, и нам не предъявляют, как говорится, результаты этого возмездия. Убийство прекрасной солнечной девочки Даши, дочери Александра Геевича. Зато Александр Геевич, вот, пожалуйста, как говорится, к их услугам. Так все-таки, что касается то, что ты описываешь, римляне называли потестас, да? Власть чиновника, власть бумажки, то есть в этом нет ничего сакрального. А раз так, то откуда они легитимность берут? Такой провокационный вопрос немножечко. Это же... Из силы? Из силы. Да, из силы. Они берут легитимность из силы. Но... Как они хотят, так они и сделают, и нет никого, кто бы настоял на чем-то другом. Это называется насилие. Их легитимность коренится в насилии. Тогда философский вопрос. Значит, вот этот... Я говорил о том, что государство проникло туда, куда ему и проникать-то особо не следовало бы. В числе прочего оно дает гражданам картину мира. Вернее, оно ее навязывает. Вот философы говорят, что навязывается определенный ковенант. Это немножко экономический термин. Это так говорят юриспруденцы. Это обязательство что-то делать и чего-то не делать. На основании этой картин. То есть, если ты, допустим, живешь в каннибальской республике, чтобы стать примерным гражданином, ты должен есть человече. Ну, это шутка, но наверху практически никогда не демонстрируют позитивных намерений по отношению к людям. Хотя риторика, конечно, такая, что мы все делаем для людей, список этих людей мы с тобой знаем. Нет, это не совсем так. Они демонстрируют материнский капитал там всякий и так далее, сохранение, сбережение человека. меры поддержки стройкомплекса. Ну, давай не будем. Просто материнский капитал, он не позволяет, он не увеличивает рождаемость. Он делает святое, священное процесс любви, деторождения, ну, там, не знаю, вообще появление человека, даже его он коммерциализирует. Правление коммерсантов, которые прикрываются разного рода идеологемами. Поэтому, да, они считают, что они искренне делают. Просто то, что они делают, это нечеловеческое, это коммерческое. Коммерческое это нечеловеческое. И это, на самом деле, не несет в себе никакого результата. Парадоксально, поразительно, вот жестокие сталинские меры всякие там, ну, не такие уж и жестокие по нынешним временам, понимаешь, там, если не считать высшую меру социальной защиты расстрел, то максимальный срок там, для власовцев, для предателей 25 лет был, понимаешь, каторги, после войны введена, а до этого 15 лет. За многие преступления, за которые сегодня дают 17, 18. Сейчас десятку в легкую получают вообще. В легкую. Это вот, что это такое? Это мизантропия. Огромный срок. 10 лет – это огромный срок. И, в общем, жестокие сталинские меры, я к чему хотел мыслить, а не к апологии сталинизма ни в коей мере, они наносили, они в народе находили отражения, потому что они были не прагматически коммерческими, а они носили в себе характер духовного, духовной такой заботы о народе. Люди, власть сталинская умела, и Сталин в первую очередь, умела оперировать абстракциями, которые являются некими такими идеями. Она умела работать с идеями, объединяющими. Людей вообще идеи двигают. Вот идеи, никто, никому не приходило в голову говорить, допустим, у нас падает население, солдат мало, поэтому рожайте женщину. Да сами рожайте, скажут женщины. Мы не хотим рожать солдат. А вот наши дети должны жить прекрасно, наши дети должны жить в городе Саде, наше детство, дети должны жить восхитительно. Дети это главная наша ценность. Тут нет прагматизма в этом во всем. Это говорится достаточно суровой социальной властью, которая заставляет людей работать, наказывает за прогулы, наказывает за что-то еще, понимаешь, какие-то вещи, достаточно сурово. Но при этом женщины идут рожать. В сороковые годы, в тяжелейшие годы после войны увеличивается рождаемость. Смысл есть, идеал есть, идеи есть. У людей есть ощущение, что власть суровая, очень суровая, но она не обманывает. Ну что ж суровая, ну так и отец бывает суровый. А здесь и власть суровая, еще ощущение, что обманывает. Не, ну так вот известно из мирового опыта, Китай доказал, что рождаемость государства ограничить может. Доказано. ограничили. А стимулировать не может. А заставить рожать оно не может, потому что... Рально, потому что люди рожают из того, что у них рождается в голове и в сердце, а не потому, что им деньги за это пообещают. Вот и все. Мне кажется, вот самый недалекий человек чувствует вот эту вот духоту и лицемерие. Как это, русские в неволе не размножаются, сказал мне. Чувствует и идет ему служить. Потому что он понимает, что если ты на духоту и лицемерие скажешь, что это свежий воздух и откровенность, и будешь это повторять, тебе за это будут платить деньги. А если ты будешь говорить духота и лицемерие, то тебе за это ничего платить не будут, а еще тебя и уничтожат. Скорее всего. О загадочной русской душе поговорим чуть пониже, но вот все-таки я хочу продолжить эту свою мысль, что чувствует человек, когда сталкивается с государством. Это в лучшем случае ощущение какого-то какого-то притеснения, что ли. Вот мне об этом рассказывают предприниматели, которые ходят в налоговую знакомая. Там еще все круче. Хотят тебя убить, вытрясти, а бабы там новых на рожах. А должно быть так, государство лодку должно грызть за своих на внешних рынках, защищать на внутренних, опекать, окружать, если не почетом, то уважением, как хорошая хозяйка свою корову. А у нас закон принимает, что приставы могут применять оружие. Это довольно гласное такое. Ты как будто не слышишь меня. Я тебе говорю, это государство не настоящее. Оно ужасное, суровое, жестокое, оно собирает налоги. Ну так у тебя и бандиты ходят, собирают там подать, понимаешь, с предпринимателей. И убить могут предпринимателей. Ты же не называешь их государством? Почему? Вот в чем проблема? Никто не может понять, почему так? Почему нет? Вот о свободе бизнеса Борис Титов говорил, ты говорил. Я там в свое время с Толыпинским клубом сотрудничал, помогал им вести. Там все говорят, опора России. И все равно кошмарят предприниматели. Понимаешь, Путин говорит, хватит кошмарить предприниматели, а все равно кошмарят. Объясняю. Потому что, еще раз, с точки, если ты это видишь как государство, то это абсурд. Ну, какая-то коррупция, какая-то ужас, а если ты видишь, что это как корпорация, которая прикидывается государством, то тогда у тебя все становится на свои места. В лице предпринимателей вот этот менеджмент уничтожает потенциального социального оппонента, который, закрепившись в своем предпринимательстве, в своем бизнесе, глядишь и обретет политические взгляды. Может, либеральное, а может, и не либеральное, может, это бородатый православный предприниматель скажет, а я хочу корпоративное государство, вот настоящее, вот у меня там, допустим, мы производим молоко, у меня там еще есть 100 тысяч знакомых, которые производят молоко. У нас корпорация молочников, мы хотим права молочников отстаивать. У нас под ногами почва, там, семья, я православный, у меня там семь детей, у меня там дом, хороший дом, я там хожу в церковь, у меня корпорация молочников. Вот мы хотим права, как... Закупочные цены молоко такие, что вредно у него. Да, и их придут и уничтожатся. Потому что они являются угрозой для тех, кто контролирует рынок сухого молока, закупаемый за границей, в основном несмотря на СВО. Кто продает это сухое молоко, кто смешивает молоко с кокосовым маслом и так далее. Нахрен это никому тут не надо. А так как Россия отличается от Европы одной особенностью, в Европе демократия не потому, что там проклятые либералы, там Гоббс и другие придумали там какое-то общество, там война всех против всех и Левиапана. А потому что сама структура европейской жизни, которая со времен падения Римской империи была, когда варвары в ней селились разными группами и так далее, все это описано великими там историками европейскими, она формировала коммуну, то есть местный орган местного самоуправления по месту жительства как ключевой элемент вообще социально-экономической, политической жизни. Государство Европы, императоры были вынуждены считаться с городами, с городками. Фридрих Барбароссов он всю жизнь посвятил войне с итальянскими городами, городишками и городками, даже с маленькими, понимаешь, бегал, никак понять не мог. Что им надо этим итальянцам с их коммунита, там, де чита, понимаешь, коммуна де чита, городской коммуны. Вот я император, ну все, давай, нет, они там что-то еще. Вот это вот самоощущение, что мы тут живем, это наши дома, это наши улицы, мы хотим тут говно выкидываем, хотим убираем это говно, нам никто не указ, мы сами выбираем себе городского главу, это для нас в нашей повседневной жизни важнее императора, который является для нас солнцем, который где-то там на небе вечности, понимаешь, который мы любим, уважаем, почитаем, если он соблюдает наши права, права городов. А в России это все не было, в России это было задавлено в разные годы разными, ну не буду углубляться в русской истории, она понятна и она известна. И поэтому в России демократия, если в Европе демократия, вот она, если отрешиться от разных теорий и как бы опуститься на почву Европы, она вот, пожалуйста, какой-нибудь, приезжаешь в Италию, вот 250 человек, городок, это вот фундамент демократии. Вот там выбранный мэр, там бюджет, за который мэр отчитывается, это не член партии «Единая Италия» или там разрешенной партии «Справедливая Италия», например. Это, может быть, вообще беспартийный мэр, который, которого уважают, знают жители города. И который не может однажды сказать жителям города, мне, собственно говоря, насрать на ваше мнение, я кладу плитку, ломаю старый асфальт. Так и у нас такое есть, вот садовых товариществ. Там председатели, знаешь, какие-то? Вот садовые товарищества... Знаешь, как я извиняюсь за это слово? Вот садовые товарищества, это протогосударства, садовые кооперативы товарищества, они построены по этому же принципу. Это, на самом деле, гораздо больше государства, садовые товарищества. Это то, что у нас тут громыхает и лязгает гусеницами, и как бы налоги собирает. Поэтому объясняю. Никогда малому среднюю бизнесу здесь не будет хорошо. Никакой амнистии вам никто не даст, малый и средний бизнес. Вы являетесь потенциальной угрозой для менеджмента, который руководит этой корпорацией по продаже жизненных ресурсов и жизни, и вообще всего, что тут есть, туда. В обмен на что? На свои английские паспорта, израильские паспорта, американские паспорта. Не дадут же уже нашим английские паспорта. Или это ненадолго? И на агенты фильмы снимают про то, как ракеты, ракеты Х-555 выпускают английские граждане, которые владеют акциями предприятия, британские подданные, которые владеют акциям предприятия по выпуску этих ракет. Ну, что тут, как говорится? И на агенты, может, и врут, конечно, и наверняка даже, на то они и на агенты, понимаешь? Но что-то мне подсказывает, что в этом вранье есть какое-то страшное зерно правды. Вот говоришь, Путин говорит, не трогайте бизнес, давай как раз... Кошмарьте, говорит. Хватит кошмарить предпринимателя. Ну, хватит уже кошмарить предпринимателя. А его кошмарят и кошмарят, кошмарят и кошмарят. Кошмарят и кошмарят.